Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Щековская Екатерина. Сегодня мы будем рисовать по фотографии, то есть имея фотографию человека, поверх нее будем рисовать платье. Я придумала такое достаточно вечернее платье с разрезом. Девушка как раз стоит так, как мне надо. Единственный минус, она в купальнике, и вот эти завязочки могут мне немножко помешать. Но я думаю, что все будет хорошо. Давайте мы попробуем сделать то платье, которое я задумала. Уверена, что будет очень красиво, очень интересно. Я как раз запланировала красивую линию декольте. И на данной девушке это будет смотреться достаточно эффектно. Как раз будет понятно, подходит ли ей такого плана фасон. Сейчас будет сложность в том, что мне нужно вот прям ее вот здесь вот так вот изобразить. Я, наверное, потом поправлю, потому что прям сразу такой вау-эффект. Сразу понятно, куда мы, ну, не можем за какие линии выходить, потому что смотрите, какая в данном случае не очень широкие бедра, но большая красивая грудь. И, конечно же, это все нужно учитывать под наше платье. Так. Вот так я сейчас контуром сделаю. Да, вот тут вот я что-то пустила петуха, как говорится. Ага. Поправим сейчас все эти моменты. Хочу, чтобы у меня было видно девушку, поэтому все открыла. Буду рисовать прям в ноги, потом я все-таки предполагаю, что она должна будет стоять на каблуки такой одеждой. Вот. А обрисовываем. Вот здесь у меня будет достаточно интересный элемент. Сейчас я его прорисую. Вместо, куда у нас сошлось, здесь будет такая подкрайная деталька, на которую у нас будет крепиться такая полупояс. А вот, соответственно, здесь у нас будет вторая часть красоты. И сразу смотрите, какая шикарная линия груди получается. Прям вау. Так. Обрисовали. Хорошо. Здесь. Опа. Убираем. Немножечко вот здесь надо задать кривизны. Я сейчас основной контур нарисую, потом сделаю белую заливку, уже буду проправлять основное платье. Мне нужно, чтобы я видела, как данное изделие все-таки на человека ложится. Ну да, то, что я говорила, немножечко будут завязочки от бикини видны. Ну, смысл не в этом. Смысл в том, что платье на ней будет смотреться просто шикарно, как на богине. Так. Так. И вот она даже в правильной позе стоит, соответственно, вот у нее будет видна ножка, насколько вот мы ее можем открыть, да, насколько разрез мы себе можем позволить. Вот давайте смотреть. Я всю основу нарисовала. Сейчас мы зальем, посмотрим, насколько оно там вообще. Вот. Платье оделось. Погладим линии. Главное, чтобы у нас девушка не выглядывала из-за платья, то есть, чтобы не было такого, что платье меньше девушки. Нам такого нельзя. Вот как раз можно посмотреть, насколько оголена грудь, да, нужно ли ее собирать или нет. Можем мы себе такое позволить или нет. Можем даже немножко расширить в каком-то месте. Нам никто не запрещает, ну, сделать дополнительный объем, да. Так, здесь мы сделали, здесь мы сделали, а и в платье еще будут рукава. Здесь прям такая линия груди получилась, вах-вах-вах. Надо как-то ее немножечко все-таки вот-вот-вот так. Там вот, прям, насколько можно, настолько ее минимизировать. Ну, прям, прям восторг там полный. Девушка у нас красивая. Ну, будем считать, что мы ее бельем откорректировали. Потому что она в купальнике стоит, а мы ее бельем откорректировали. Еще у этого платья, вот здесь, конечно же, конечно же, все красиво так присборено. Здесь будут всякие складочки. Идти много красивых складочек, которые я хочу сюда вставить. Так, сейчас я сделаю, чтобы мне было комфортно. Потому что я за все цепляюсь, я так не люблю рисовать. Я создам новый слой. И вот на нем мы уже будем прорабатывать. Ну, в смысле, я с вами, уже со мной. А вот мы будем прорабатывать уже все остальные детали. И, естественно, все это будет идти вот от этого. Вот, вот отсюда. Да. Хорошо. Сейчас буду рисовать. Все складочки, все особенности. Вот здесь. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Так, это первый слой. А вот сейчас я еще один слой добавлю. И здесь у нас... Опять сейчас уже ничего не будет цепляться. Потому что я все заблокировала. Ну, это будет слой уже с тенями. Которые вот такие. Так, Ctrl-A. Понимаю, что сейчас пока смотрится как мешанина. Вот это уже тени. Так, Ctrl-A. Это у меня складочки, которые мы сейчас красиво нарисуем. А тени мы красиво... Что сделаем? Естественно, дадим им непрозрачность, чтобы они так активно себя не вели. Вот у нас уже платье обретает немножко другую смысловую нагрузочку. Да, то есть видно, что там все-таки была идея. Не просто мы вокруг девушки все это обрисовывали. А вот здесь у нас вот такая линия, да, пойдет. Здесь вот такая. Они должны быть линиями. Поэтому мы делаем, чтобы был только цвет этот. Сделаю их чуть-чуть толще, чем другие, чтобы они немножечко выделялись. А вот так. И я думаю, что стоит попробовать мне добавить рукава. И как раз посмотрим. У девушки достаточно активный плечевой пояс. Может быть, рукава смогут его и компенсировать. Ну, хорошая спортивная фигура прям. А может быть, наоборот, будет ужасно. Давайте посмотрим. Сейчас посмотрим, как на ней она будет смотреться. Так. И струкавчик он у меня чуть-чуть с таким полуфонариком. Но просто увеличивать у нее еще гипертрофированные ее руки, наверное, не очень здорово будет. Она и так не жалуется на ручки. Так. И это вот то, из-за чего я начала этот момент рисовать поверх фотографии, когда мы видим, будет ли это украшать человека или не будет. В принципе, по-моему, вполне сносно. И, конечно, под такое вечернее платье ее нужно будет ставить на каблуки. Она сейчас стоит босиком. Из-за этого такая пропорция. Но, с другой стороны, мы видим пропорцию реального человека. То есть, на ней это будет смотреться вот так. И мы понимаем, что, в принципе, рукавчики я не сильно увеличила. Но у нее вот эта часть, она достаточно большая, достаточно мощная. То есть, надо все-таки с этим работать. Так. Давайте я вот что сделаю. Объект. Так. Обрезать изображение. Мы сейчас подрежем ее. Очень много белого фона. Создам рядом копию. Попробуем покрасить платье цветом. Посмотреть, как оно будет себя вести. И что будет напоминать. Так. Опять же, эксперименты. Буду благодарна за вашу обратную связь. Даже если все плохо, давайте обсуждать. И подумаем, какую вообще вариацию одежду можно предложить данной девушке. Вообще, по-моему, все что угодно можно предложить. Хорошая фигура. Но есть некоторый момент, что верх, плечи и грудь больше низа. То есть, это вот такой треугольник перевернутый. Итак, что бы я хотела сделать? Я бы хотела сделать платье глубоко синего цвета. Ну, конечно, не такого. Нет. Давайте смотреть. А вот черный неплохо. Темно-синий, серый. Смотрите, как можно прям подобрать. Так. Вот. Вот так. А сразу цвет контура делаем серым. Чтобы его хотя бы было видно. Ну, если нам нужен он вообще. Так. Можно сейчас еще будет бликов добавить. Там еще, ой-ой-ой, сколько всего интересного можно сделать. Так. А может быть, даже я и зря сделала цвет контура. Не такой темный синий цвет. Вот. Сейчас мы здесь можно будет добавить всякой красоты. Поэтому не буду. Так. Здесь мы опять синий. И я бы хотела, чтобы здесь прям уходил синий. Вот. Вот так красиво. Так. Это что у нас такое? Это у нас заливка осталась там, где ее быть не должно. Соответственно, убираем. Вот у нас есть заливка, которая формирует контуры. Сейчас мы ее сделаем в нее основу синюю. Вот так. Оп. Уберем цвет контура. И, возможно, чуть-чуть поактивнее ее дадим. Вот. Хорошо. Так. А теперь давайте добавим теней ко всей этой красоте. Сейчас все заблокируем. Будем добавлять с вами тени. Многие тоже спрашивают, как тени. Но представьте, что рукав это цилиндр. Вот на этот цилиндр мы с вами сейчас добавляем тени. Сюда. Только не делайте, пожалуйста, эффект мокрых подмышек. Это не очень красиво смотрится. Лучше вот прям такой цельной линии добавить. И, как правило, руки внутри, соответственно, внутренняя часть рукава, она будет затенена. Здесь у нас еще и красивый очень грудь, поэтому вот так мы это тоже все обозначаем. В бедро. И вот так по краю прорисовываем шикарную красивую линию тени. Так, 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 вот так. А здесь у нас тоже, кстати, будет небольшая тень. Помните, да, что я все заблокировала, у меня ничего не будет цепляться. Вот здесь будет полутень. Ну, то есть, по сути, такой вот цилиндр, который я обрисовываю. Это если упрощенно. И вот здесь, конечно же, под грудью. Почему? Потому что грудь у нас полусфера, под полусферой тоже будет тень. Выбираю все, что я тут накрасовала. И делаем полутень. Смотрите, здесь я вылезла за контур основного изделия. Соответственно, я это буду сейчас править, потому что так быть не должно. Так, и здесь тоже я вылезла. Конечно, в каких-то случаях это может пригодиться, но в данном случае не нужно. Так, вот эта тень у меня очень яркая получается. Соответственно, я ее делаю более бледной. Не нужна она мне такая яркая. Тень должна помогать. Вот, по-моему, вполне получилась такая интересная одежка. И можно даже немножко бликов добавить. Давайте сделаем, что у нас здесь есть блики. Опять все блокируем. Так, где у нас будут блики? Блик будет вот здесь. Блики можно делать либо белым, либо производным от основного цвета, либо, если вы знаете, что ткань переливается каким-то другим, а в данном случае мы сейчас производным сделаем. Покажу, как. Вот здесь будет блик. Вот здесь тоненький. Вот так вот прям он пойдет, пойдет, пойдет. На рукавчике вот здесь будет блик. Ой-ой-ой. Вот здесь вот так вот. То есть тени, блики, мы все это делаем. И получаем эффект. Значит, что я имела в виду производный? Вот смотрите, мы заливаем все синим цветом. Цветом основы. Видите? Теперь двойной клик. Вот он у нас цвет основы. И мы производный от этого цвета. То есть не в белый вводим, а вот в такой голубой. Конечно же, это все очень ярко, это все очень грубо. Добавляем полупрозрачность. И еще очень хорошо добавить размытие по гауссу. Вот. И тогда наши блики становятся такими очень мягкими, очень ненавязчивыми. В каких-то местах мы их можем сделать поярче, в каких-то менее яркими. Ну, вот такой вот эскизик получается. То есть здесь еще можно. Как делать мягче? Ну, то есть вы непрозрачность убираете, и он становится все мягче, мягче, мягче. В принципе, ему можно и цвет потемнее сделать, но это блик. Вот смотрите. Добавили тени, добавили блики, и вот такая красота получилась. Так, если мы уберем тени и блики. Сейчас хочу показать, что дают тени и блики. Давайте мы все это разгруппируем. Я создам сейчас еще одну копию, чтобы было понимание того, почему я так на это делала акценты, и что это дает. Так. Вот смотрите. Я сейчас отсюда удалю все тени и все блики. Вот они. Вот они, наши тени и блики. Я их просто удалю. И вот можно сравнить, как смотрятся два платья. Одно с тенями, второе без теней. Одно с бликами, второе без бликов. То есть, насколько более ярко, более живо, оно будет смотреться. Ну, и соответственно, можно просто взять, еще и платье удалить. Только, наверное, тогда надо поменять местами. нашу девушку. Я бы эту поставила слева. А этих девчушек сместила вправо. Мне кажется, очень удачный эксперимент. Можно проработать фактуру, текстуру, принт и все, что вам нравится. Сделать изделие, которое вы сразу поймете, будет оно смотреться на данный человек или нет. Конечно же, здесь можно сказать такой минус, то, что данная девушка, она находится в бикини. И, естественно, мы нижним бельем сможем собрать ей грудь немножко по-другому и здесь оформить декольте. Но, тем не менее, понимая, что у нее шикарное совершенно здесь это место, мы на него делаем акцент и еще и сделали вырез. Пожалуйста, пишите в комментариях, нравится вам такой эксперимент или нет. Что вам еще интересно показать? Я планирую все-таки еще сделать какие-то нестандартные фигуры, потому что эта девушка красавица, а намного интереснее и сложнее работать с нестандартными фигурами, например, очень широкими плечами, очень широкими бедрами. Либо, когда фигура шар, когда достаточно толстая в зоне живота зона, при этом небольшая грудь, небольшая попа, ее тоже надо как-то красиво обыграть, чтобы человек гармонично смотрелся. Так что пишите, чтобы вам было интересно посмотреть в комментариях. Не забывайте подписаться на канал и поставить какую-нибудь реакцию на это видео. На этом все. До скорых встреч. Пока-пока.